Девятого мая, в ближайший понедельник, в Твери откроется избирательный штаб Алексея Навального, который собирается то ли стать президентом, то ли стать хотя бы кандидатом в президент в 2018 году. Что можно по этому поводу сказать? Во-первых, сам Алексей Навальный, судя по всему, не приедет, а приедет только один из его ближайших соратников, Леодид Волк. Второе, надеюсь, в Твери не найдется людей, отлично владеющих зеленкой и прочими жидкостями, которые соберутся делать акции прямого действия в Твери, поскольку я понимаю, что хорошими делами прославиться нельзя, но не хочется, чтобы город прославлялся плохими и всякими обливаниями людей, зеленками. Во-вторых, ой, в-третьих, уже странно, что никто из СМИ об этом пока Тверских не написал, потому что даже не с точки зрения масштаба событий, а с точки зрения того, что это очень отличный способ нагнать трафик со всей России, потому что по тегам Навального много чего ищется в интернете. А в-четвертых, не думаю, что это прям заинтересует жителей Твери это событие, и сама избирательная кампания, поскольку, именно Навального есть, поскольку повестка не очень та. Грубо говоря, нас всех, конечно, бесит ложки и вилки за 30 тысяч рублей, многим даже нравится посмотреть за интернет-баттлом Усманова с Навальным, но реальные проблемы у жителей Твери немного другие, какие-то они более приземленные, в частности, чем волнует питание детей в школе, отопительный сезон его прохождения, общественный транспорт. Почему-то об этом ни Алексей Навальный, ни его противники из Единой России на предстоящих даже предотвратительных голосований не говорят. Именно поэтому нас, наверное, выборами никто и не интересуется в Твери, потому что, ну, параллельно люди живут политиком. Ну, собственно, это мое личное мнение, Алексей Павлухин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова